Есть такая профессия – искать правду, задавая вопросы. Речь в нашем репортаже пойдет о дознавателях системы органов внутренних дел. В середине октября они отмечают профессиональный праздник. В подчинении у этой хрупкой девушки 10 офицеров. Отдел дознания в Октябрьском отделении полиции занимается в подведомственном ему районе расследованием преступлений небольшой и средней тяжести. Дело приходится иметь самым разным контингентом – жуликами, хулиганами, ворами, грабителями. На дознание законом отведено 30 суток. Наш контингент в основном – это социальные неблагополучные, злоупотребляющие спиртными или лица, употребляющие наркотические средства. Сейчас очень много статей. Если кто в курсе, были изменения в законодательстве или статью 158, прим. 1. Олеся Белякова в полиции работает уже 9 лет. Чувствует себя здесь, как рыба в воде. На работу, рассказывает, идет со спокойным сердцем. Но так было не всегда. По первому образованию женщина – биолог, учитель в школе. Работать с детьми ей не понравилось, а в дознании сразу все получилось. Теперь о первом образовании напоминают только цветы в кабинете. Второе – высшее – юридическое. Но есть еще то, что не закреплено дипломом, основанное на практике – психологическое. К каждому свой подход. На кого-то поругаешься, кого-то пожалеешь, кого-то выслушаешь. Они звонят, бывает, среди ночи. Сидишь на работе, звонок, да, звонит, рассказывает про свои беды. Кому-то, с кем-то жестко надо. То есть, ну, приходится дознавателю быть психологом. Ну, по-другому никак. Хороший дознаватель должен быть скрупулезным, методичным, любопытным и готовым всегда учиться. Настольная книга офицеры этой службы – уголовно-процессуальный кодекс. Еще важно быть терпеливым, ведь общаться приходится много и с разными людьми. Ну и, конечно, человечным. Была у нас наркоманка, которую тоже воспитывали, тоже больше не попадалась. Не знаю уж дальнейшую судьбу, но у нас она была из прав работы добросовестна. Вот. Просто чисто по-человече нам было ее, ну, может, жалко, не жалко, не знаю, как это правильно. Сострадание, может быть, какое-то человеческое. Девушка очень красивая, очень умная и просто попала в такую ситуацию. Но более она нигде не попадалась. Может быть, действительно взялась за голову. В дознании всегда очень много дел. Кипы, бумаг – бесконечный поток народа. У бойцов невидимого фронта в погонах главная задача – всем помочь, не допуская волокиты. Даже если придется перерабатывать или трудиться вместо отпуска и выходных. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.